Всем привет! Сегодня мы будем подводить итоги июля, и у нас будет топ-10 треков, которые я прослушала в июле, и они мне понравились. Не обязательно, что они вышли в июле, просто они мне понравились. Ну, в этот раз я была в ударе, или в ударе были те треки, которых я слушала, но у меня вместо топ-10 будет аж топ-11. Представляете? Вот. Может быть, я кого-то тут пропустила, не знаю, но вроде бы 11 треков, которые я... Можно было вычеркнуть, но я решила, что к чему вычеркивать, в связи с того, что у меня периодически 8-8, и тут вдруг 11. И думаю, ну ладно, будем слушать. Будем отмечать всех, кого я успела тут записать. Итак, на последнем, 11 месте у меня Диппинс. Трек называется «Этажи». Своеобразная атмосфера, есть лёд, падение, настроение. В общем, так, как я люблю. Люблю, когда мощно, громко, весело вперёд. Ну, в общем, короче, когда есть рост музыки, это здорово. И поэтому Диппинс я оценила и поставила на 11 место. На 10 месте у меня «Ню». 18. Хорошая песенка про любовь с красивыми оборотами и романтичным смыслом. Вот ню вообще для меня открытие, как он там, Юрий Николаенко, да, всё-таки я его считаю, что он такое связующее звено между нашими двумя поколениями, потому что я думаю, что всем женщинам нашего поколения обязательно он должен понравиться по своему тексту, по своему смыслу. Ну, и сам он ничего, вот, и всё вместе как-то складывается, и его хочется слушать. Вот он написал эту песенку «18», я её послушала, и мне понравилось. А на 9 месте, друзья мои, Клава Кока. Девочки же должны у нас быть, это всё мальчики, да мальчики. Клава Кока, Марик Раймбери, шкура. Мелодичная, красивая. А, красивый ответ Чимберлену, то есть мальчикам. Ну, и Клава Кока, и Мэри Краймбери, они всё-таки такие, ну, как бы девочки, это однозначно плюс, но у них получилось, они как-то были одним единым целым, и их очень трудно было даже распознать, как-то они вместе совпали, хотя, по сути, энергетика, мне кажется, у Мэри Краймбери была, ну, всегда выше, чем у Клавы. Они такие, немножко разные. Но здесь у них всё совпало, и было всё здорово. На 8 месте я поставила не художник. Это новый исполнитель, который я только недавно послушала, и мне как-то запала эта песенка. «Когда тебе было шесть», называется. «Добрый, с хорошими стихами, свежий и немножко необычный». Друзья мои, я тут, в связи с того, что когда я пишу, я потом записываю для себя, чтобы вспомнить про что. И я пишу как курица лапой, потому что, знаете ли, компьютер разучил нас всех писать от руки. Поэтому, ну, и ещё, знаете, я что хочу сказать, что очень важно, когда ты послушал песенку, чтобы память осталась от неё, да, иногда ты думаешь, про что это, кто это, о чём там. Вот, а иной раз ты услышал и запомнил. Вот не художника, я запомнила. И поэтому на 8 месте, друзья мои. Итак, на 7 месте Валентин Стрекала. «Я бью женщин и детей». Ужасное название, да? Но в свете того, что много юмора, весёлая, лёгкая и просто хорошая песенка для настроения, поэтому я решила, что его обязательно надо включить в этот топ июля. Хотя эта песенка достаточно старая. На 6 месте, друзья мои, «Гуфу и муравей». Фирм называется трек. Весело, интересно, вкусно, замечательно. То есть, вот как-то, знаете, по ощущениям, я уже несколько гуфов послушала, вот его из нового альбома, это мне понравилось больше всего. Она какая-то такая чёткая, точная, вот как-то я её ощущаю, как чёткость. Вот как взял твёрдый карандаш и нарисовал чего-то. И вот эта вот такая вот чёткость, она здесь проявилась в этом «Гуфе с муравьём» и в треке «Фирм». На 5 месте, друзья мои, «Пирокинесис» с треком «Шёпот далёких звёзд». Хороший написанный стих, хорошо написанный стих с философским смыслом и на разрыв нервов. Ну, впрочем, как всегда, «Пирокинесис» умеет именно так преподнести свои песенки, чтобы ты слушал, наслаждался его атмосферой и было так тебе хорошо или печальненько. Ну, можно попечалиться с «Пирокинесисом», потому что он умеет попечалиться, но и мы вместе с ним, если что. Итак, друзья мои, на 4 месте «Три дня дождя». «Я и одиночество» называется. Песенка душевная про любовь. Умеет как-то пропускать через себя и сказать о главном. То есть, умеет «Три дня дождя» выразить правильно свою мысль, своё настроение и его хочется слушать. А самое главное, что там нет мата, друзья мои, это самое главное. Вот. Ну, что-то у нас «Три дня дождя» рулит, потому что на третьем месте у нас... Их можно, кстати, было вместе объединить и поставить на третье место, тогда бы у нас всё подтянулось. Ну, ладно. Итак, «Три дня дождя» совместно с «Мукой» трек называется «Весна». Он тоже мне зашёл. Это очень оригинальное, много изюма и просто красивая песенка про любовь, друзья мои. Как вы заметили, как про любовь, так сразу здесь. То есть, ну вот, женщинам свойственно слушать про любовь. Печалиться, любить, грустить, злиться, ненавидеть. Но всё равно это одна из направлений одного единственного слова или чувства под названием «любовь». Итак, на втором месте, друзья мои, вот осталось всего два трека. Второе и первое место. Вот интересно, кого бы вы думали. Напишите мне в комментариях, вот как бы вы первое и второе место распределили. Вот что, о чём вы сейчас думаете, какое бы я поставила. И, соответственно, угадали или нет. Ну, напишите в комментариях, любопытно. Кого я забыла, по вашему мнению, если я вдруг окажусь, что я не то написала. То кого вы ещё подумали бы, что я бы заценила. Итак. «Макан. Останься образом». Хорошая песня опять про любовь. Понимаете? Вот как любовь, так значит здесь. Берущее за душу и хочется её слушать снова и снова. Вот. Мне понравился этот «Макан». И он у меня на втором месте. Я сразу вспомнила про что это. Да, хорошая песенка. И на последнем, на первом, вернее всего, на самом первом месте в этот раз, кстати, впервые и в топе, и вообще. Я так высоко заценила этого исполнителя. И как вы думаете, кто это? Сейчас я подсмотрю. Их тут много. «Рам. Камо. Ной Зим Си. Ниверленд. Философия. Мощная атмосфера. Хорошая работа, друзья мои. Вот я считаю, что помимо любви должно быть ещё что-то такое. Песенка о главном. Вот здесь была именно песенка о главном с её философией. И поэтому она на первом месте. Не знаю, согласны ли вы с моим топом или нет. Но надеюсь, что вам он понравится. Всем пока.